Гнотисе Аутон. Познай самого себя. Две тысячи лет назад эти слова были начертаны на фронтоне храма Аполлона в Дельфах. В начале 20 века лауреат Нобелевской премии, академик Павлов, назвал их заповедью, которая захватывает всё в жизни человека. Научные знания о человеке, объекте медицины, со времён Павлова, изменились фундаментально и уже не вмещаются в рамки традиционного медицинского образования. Проблема дробления целостного знания на фрагменты описывается в разных культурах метафоры «слон в темноте». Поднимется ли медицина на новый уровень, если её ввести в контекст современных знаний о человеке, полученных антропологами, генетиками, нейробиологами и психологами? Природа человека сквозь призму наук о человеке в авторской программе «Медицина в контексте» с Мариной Аствацитурян на Первом медицинском канале. Безруких Марьяна Михайловна, академик Российской академии, академии образования, доктор биологических наук, профессор, лауреат премии президента Российской Федерации в области образования. Более 20 лет возглавляет Институт возрастной физиологии, в котором работает с 1973 года. Профессор Безруких – автор более 300 научных работ, программ для вузов, монографий по возрастной физиологии, учебников и учебных пособий, в том числе «Возрастная физиология, психофизиология ребенка», «Словарь по психофизиологии». Марьяна Безруких – член Президиума Российской академии образования, Высшей аттестационной комиссии по отделению педагогики и психологии, главный редактор «Льмонаха. Новые исследования», член Редколлегии журнала «Физиология человека». Марьяна Михайловна Безруких в студии «Медицины в контексте». Здравствуйте, Марьяна Михайловна. Наша программа, программа о человеке как социально-биологическом феномене, она уже не раз обращалась к теме возникновения и развития специфических человеческих функций, того, что отличает его от других животных. Чтение точно отличает. Чтение тоже точно отличает. Вот вы меня опередили, мы говорили какое-то время назад о развитии, возникновении речи. Это тоже когнитивная функция. Сегодня говорим о чтении, которое с той же речью честно связано, не мне вам говорить. В своей книге, которую я читаю сейчас, вы приводите данные. Книга называется для наших зрителей, я поясню, книга называется «Трудности обучения в начальной школе». Вы приводите данные о второклассниках. Исследование было второклассников. И меня лично удивило то, что 33% освоили навыки чтения без ошибок. На мой непросвещенный взгляд, это мало. Но, очевидно, все не так просто. Много это или мало, как развивается этот процесс. Вот об этом, собственно, сегодня у нас и пойдет речь. Пожалуйста. Вы знаете, вы упомянули работу, в которой действительно анализировались трудности чтения и сформированность чтения у второклассников. Но это международное исследование. А вот наши исследования, там немножко другие критерии. Там грамотность чтения, понимание текста. А вот если вообще следовать тому, что значит сформированный навык чтения, и мы анализируем эти процессы, то, по нашим данным, к концу первого года обучения до 60% детей имеют несформированный навык. И несформированный навык, причем несформированный технический навык, который представляет собой основу дальнейшего чтения. Потому что если несформирован технический навык, совершенствование этого навыка невозможно. А дальше на первом этапе это умение прочитать слова и понять смысл предложения. Дальше все усложняется, и мы об этом будем говорить. Но если этот навык не сформирован, то это фактически препятствие к успешному обучению. И сегодня эта ситуация последних пяти лет. У нас в Институте возрастной физиологии есть консультативный центр, куда обращаются родители с детьми, у которых есть школьные проблемы. Примерно 40% родителей обращаются с детьми до школы с вопросом о том, нужно ли идти в школу, готов ли ребенок к школе, не будет ли серьезной дезадаптации к школе. И, как правило, противопоказания к обучению – это состояние физического и психического здоровья, вовсе не когнитивное развитие. А вот большая часть, примерно 60%, обращаются в центр с школьными проблемами. И 80% из них – это проблемы чтения. Сегодня обращаются с учащимися пятых-шестых классов. Вот главная беда. То есть навык не просто не сформировался на начальном... Когда должен был, да. Когда должен был, а сегодня навык должен сформироваться в первом полугодии. Время обучения чтению резко сократилось за последние десятилетия. Я об этом буду обязательно говорить, анализируя причины. И вот поскольку навык не сформирован на начальном этапе, то к пятому классу дети практически теряют возможность эффективно учиться. Потому что сложный текст, другие предметы, разные педагоги. Ещё педагог начальной школы, зная своего ребёнка, зная, что он не очень хорошо читает, не очень хорошо понимает, он приспособился к этому ребёнку, а ребёнок привык к своему учителю. А вот в пятом и шестом классе это просто беда. Да, там же резко меняются предметники. Это просто беда. И иностранный язык появляется. Вы знаете, иностранный сегодня появляется гораздо раньше. И на самом деле вот сверхраннее обучение иностранному языку один из факторов риска. Потому что самое интересное, что примерно у 60% детей не сформирована речь к моменту поступления в школу. И практически все эти дети являются группой риска возникновения школьных трудностей. Вот тут вот такая очень важная цепочка прослеживается. А несформированность навыка чтения, базового навыка, на котором выстраивается всё обучение, это постоянно действующий стресс. Вот я хотела бы эту цепочку провести в сегодняшнем разговоре, потому что это та цепочка, которая очень важна для врача. Врач, во-первых, проводит, врач-педиатр проводит диагностику готовности ребёнка к школе. И если не выявлены нарушения речевого развития, то очень часто врач не замечает этого, даёт разрешение идти в школу. Хотя сегодня родители мало ориентируются на заключение врача, но педиатр – это вменено в его обязанности. И это важно. И в этом случае лучше подождать год и идти в школу позже. И этот год использовать для того, чтобы организовать эффективные занятия с логопедом. Вот это первый медицинский аспект этой проблемы. А следующий медицинский аспект проблемы в том, что в МКБ-10 есть такой раздел «Специфическое расстройство чтения». Я не сталкивалась ни разу, я 30 лет веду консультативный приём, чтобы пришёл ребёнок с расстройством чтения, имея заключение врача. С одной стороны, я это понимаю, потому что педагогу дают какие-то знания об этом, но не рассказывают о причинах. И педагог не умеет анализировать эти причины. А с другой стороны, врачу эти знания никто не даёт. Вообще возрастной психофизиологии в подготовке специалистов медицинских вузов настолько мало, что об этом даже нельзя говорить. То есть это своего рода мультидисциплинарная область. Если не мульти, то по крайней мере она требует сотрудничества разных. Это мультидисциплинарная, но возрастная психофизиология – наука молодая. И если используются старые учебники, старые подходы, а мы знаем, насколько быстро обновляются учебники и курсы в медицинских вузах, как, впрочем, в любых других вузах, то понятно, что врачу этих знаний не хватает. У него просто этих знаний нет. Я много лет читаю лекции неврологам в неврологическом центре Шкушкловского, и я просто это знаю. Они говорят о том, что им этих знаний не хватает. Именно поэтому я сегодня решила уделить внимание этому вопросу. В МКБ-10 есть класс психических расстройств и расстройств поведения, блок расстройства психологического развития, а дальше пункт специфических расстройств и развития учебных навыков. И мне всегда говорят, ну мы считаем, что учебные навыки – это вообще-то не медицинская задача и не медицинская проблема, но педагог рассматривает это совершенно с другой точки зрения. Я попробую еще раз подчеркнуть, насколько важно врачу, особенно врачу-педиатру-детскому неврологу, понимать характер этих проблем. А подпункт Ф-81 – это специфические расстройства чтения. Как проявляются эти специфические расстройства чтения, есть достаточно подробное описание этого подпункта, но здесь нет критериев. Вот что интересно. Поэтому диагностика без отсутствия четких критериев практически невозможна. Я попробую, потому что что такое отсталое чтение? Что значит дизлексия развития? Вот это очень интересно. Здесь не просто дизлексия, здесь дизлексия развития. И как раз о дизлексии развития я буду говорить. А сегодня дизлексия развития – это главная причина будущих трудностей обучения. Она связана с сверхранним обучением чтению. В тот момент, когда функционально ребенок не готов к этому процессу, вот тогда и возникает дизлексия развития. То есть мы заставляем ребенка выполнять ту когнитивную функцию, которой он функционально совершенно не готов. А когнитивная – сложнейшая, такая мультимодальная функция. А специфические отставания в чтении – это вообще непонятная вещь. Это нечто размытое. Я пыталась с неврологами как-то это дифференцировать. Мы сказали, нет, мы не знаем, что это такое, и мы вообще этого не делаем. Не трогаем. Да. Терминология в этой проблеме тоже различна. В англоязычной литературе – это одна терминология. В русскоязычной, в немецкоязычной – другая. Вот мы сегодня будем говорить о трудностях в обучении чтению. Не о нарушениях чтения. Почему о трудностях? Потому что речь идет о начальных этапах формирования, о школьниках младших классов. Вообще навык письма, если сформирован, то он будет сформирован к 9-10 годам. То есть по завершению этапа начального обучения. Поэтому все, что происходит на этапе обучения, на начальном этапе, все это трудности в обучении. Это затруднения во владении чтением, не связанные с умственной отсталостью, глубокими нарушениями функционального развития. Вот это очень важно подчеркнуть. А дизлексия – это уже глубокие выраженные нарушения процесса чтения. И это не дизлексия развития, а дизлексия, которая связана с глубокими нарушениями вербальных функций. Это вербальные варианты, речевая дизлексия. Моторных функций – моторная дизлексия. Зрительная дизлексия – visual. И вот дизлексия развития. Она, я ее выделяю перед тем, что очень близко в англоязычной литературе к трудностям в обучении чтения. Это poor reading. Плохо читающие. Или то, что в медицинском классификаторе – отсталое чтение. А так как медицинский классификатор – это перевод, вообще-то описание под пункта, поэта – это международный классификатор. Вот poor reading – это как… Но это не дизлексия. Вот это важно очень понимать. Потому что довольно часто, если вдруг берутся ставить диагноз, то ставят диагноз дизлексия. В том случае, когда это плохое или отсталое чтение. Или это дизлексия развития. На самом деле, вот это очень важно понимать и дифференцировать. Зрительно-моторная дизлексия, как комплексное такое нарушение, она тоже может быть. И здесь у меня нет в терминологии. В немецкоязычных странах используют тоже разные термины, но редко используют термин дизлексия. Как возникают, от чего возникают трудности обучения чтения? Есть комплекс факторов экзогенных. Вот они у нас. Экзогенные факторы. Скачет у нас. Экзогенные факторы. И комплекс эндогенных. Эндогенных внутренних факторов. Разумеется, как всякая классификация, эта классификация условна. И точно так же разделение на внешние и внутренние факторы тоже условно. Потому что, как правило, действуют смешанные факторы. Ну, например, если мы берем индивидуальные особенности развития, на них очень часто накладывается сверхраннее обучение или неадекватные методики, я намеренно не выделяю генетические факторы. Факторы, более глубокие факторы, которые приводят к дизлексии, потому что я так стараюсь все-таки говорить сегодня о трудностях в обучении, а не о глубоких нарушениях чтения. Вот к числу экзогенных факторов относятся в первую очередь сегодня сверхраннее обучение. Что это? Это такое следование моди, которая пришла в нашу страну достаточно поздно. Американцы пробовали это делать в 60-е годы прошлого века. У них это плохо получилось. И оставили эту мечту раньше читать, чем ходить. Европейцы вообще оказались совершенно разумными, и у них практически этого не было. А вот мы сегодня пытаемся, и вот вчера у нас был большой круглый стол руководителей семейных детских садов, и первый вопрос, который мне задали, это был вопрос о раннем обучении чтению, а второй об обучении иностранному языку, то, о чём мы с вами начинали говорить. Сверхраннее – это обучение до 3-4 лет. Почему это невозможно, я дальше расскажу. Неадекватные методики, ну, собственно говоря, это связанные вещи, потому что если мы начинаем учить ребёнка очень рано, это, с одной стороны, неадекватная методика, но, к сожалению, мы и в школе начинаем учить, используя неадекватную методику. Что относится сюда? Это скоростное чтение. Лет 20 мы бились с Министерством образования за то, чтобы просто запретить, потому что у нас то, что не запрещено, разрешено, и каждый в силу своего желания может поэкспериментировать над детьми, особенно распространено, это было в 90-е, начало 2000-х, когда в школу пришло много не специалистов, и экспериментаторов. Вот новаторы-экспериментаторы пытались сделать то, что им хотелось, при этом, это очень важно, они ориентировались на, ну, рассказывали или объясняли, что они берут в основу представление Льва Семеновича Выгодского. Это единственный наш, известный во всем мире психолог, которого очень широко цитируют. И у Льва Семеновича Выгодского есть представление о зоне ближайшего развития. И есть фраза «Хорошее обучение ведет за собой развитие». Вот это представление неверно понято и вырвано из контекста, потому что и считалось так, если обучение ведет за собой развитие, значит, я могу чему хочу обучить и куда хочу привести. А на самом деле эта цитата полностью звучит следующим образом. «Хорошее обучение ведет за собой развитие, но обучать ребенка можно лишь тому, чему он способен обучаться». И вот это «способен обучаться» это есть уровень его функционального развития. Если мы это не учитываем, значит, методика неадекватна. Скоростное чтение – беда. Я потом об этом расскажу. И неадекватные требования. К сожалению, система неадекватных требований – это ключевая проблема современного обучения и взаимодействия с ребенком. Мы хотим от ребенка то, что он не может. И создаем бесконечный стресс. А бесконечный стресс – это то, что приводит к ухудшению физического и психического здоровья. Больше того, это приводит к нарушению функционирования мозга. Я об этом скажу. Это мы здесь еще не затрагиваем просто не наша тема. Такие вещи, как параллельно с этим ранним чтением еще и бесконечное количество кружков. Да. И это же тоже состоит. Иностранный язык, когда не сформирована родная речь. И перегрузку. Перегрузка. То есть, это все-таки сопутствующие факторы, просто это не наша тема. Это отнесла к неадекватным требованиям. Это совокупность того, что родители, ведь сегодня родители хотят от ребенка то, что кажется им очень престижным. Вот я боюсь спросить, но нет, все-таки спрошу. Монте-Сори туда же относится или не совсем? Нет. Вот я хочу вам сказать то, что сегодня в Монте-Сори почти ничего нет от Монте-Сори. Точно так же, как методики Глена Домана, там практически ничего нет от Глена Домана. Я подозревала. Там уже много-много поэкспериментировали экспериментаторы. Больше того, я хочу сказать, методика Монте-Сори была разработана больше ста лет тому назад для умственно отсталых детей. Все. Это такая реплика в сторону. Это реплика в сторону, но поэтому родителям нужно очень серьезно думать, когда они выбирают. Они должны разбираться по сути, а не по вывеске. За вывеской часто ничего не стоит. Но очень важны и индивидуальные особенности развития. Родители очень часто забывают, что темп индивидуального психофизиологического развития ребенка развитие его мозга, а значит познавательной деятельности и возможности когнитивной деятельности индивидуальны. Нельзя подстегнуть развитие. Главное, на что должны обратить родители в процессе развития, на что, к чему делить внимание, в развитии не должно быть регресса. Развитие должно быть, оно может быть более медленным. оно может отличаться от развития старших братьев и сестер, от знакомых детей, что очень напрягает всегда родителей. Но родители должны понимать, что различие между биологическим и паспортным возрастом в дошкольном детстве достигает полутора-двух лет. То есть ребенку по паспорту может быть семь, а биологический его возраст пять. и ему не пора в школу, и он еще не может научиться читать, и все отсюда вытекающее. Состояние физического здоровья. К сожалению, я думаю, что вы неоднократно об этом говорили, мы не можем похвастаться хорошим здоровьем наших детей. Это известно, что в последние десятилетия особенно. Да нет, если бы в последние десятилетия. Наш институт занимается изучением физического развития детей, здоровья детей с момента основания 1944 года. И институт был основан в 1944 году по решению Симашко, и Симашко был первым директором нашего института. Было понимание того, что знание и анализ закономерности возрастного развития и состояния здоровья. Это ключевая формула для того, что может делать образование, для того, что должно делать здравоохранение и так далее. Я вам должна сказать, в нашей стране никогда, начиная с 50-х годов, не было больше 25-30 процентов детей первой группы здоровья. А что? Никогда. Ну и быть не могло. Ну в 44-м году это понятно. И в 50-м не могло. А дальше, ведь есть пролонгированное влияние, а в нашем институте проводились исследования, и эти исследования проводил мой брат, поэтому я очень хорошо их знаю, физического развития новорожденных с 25-го по 75-й год. И знаете, что интересно? Самое большое западение во время войны было не в 41-м, не в 42-м, а началось в 43-м и до 46-го. То есть с задержкой там. Да. То есть какая-то инерция, по инерции что-то шло, а потом... Ну пока есть силы у организма, есть ресурс, да. А дальше западение в начале 50-х начали рожать девочки, пубертат которых приходился на военный. Ну да. и так далее. И если мы проанализируем ситуацию демографическую, социальную, в нашей стране у нас постоянно есть факторы риска, которые оказывают влияние на состояние здоровья матери и ребенка. Ну и потом ни для кого не секрет, у нас 70% патологии в родах и любой ребенок, родившийся в результате патологической переменести рода, имеет сниженный адаптивный ресурс. Вот интеллектуально он может быть блестящим. А факторы риска, вот когда он приходит в школу не вовремя, когда к нему предъявляют неадекватные требования, когда используют неадекватные методики, вот здесь все проявляется. И так состояние физического здоровья, и еще один фактор состояния физического здоровья, это тайна за семью печатей. У нас до сих пор состояние психического здоровья по статистике по обращаемости, это примерно полтора процента, но мы анализируем это и знаем, что в школу приходит примерно 25% уже в течение многих десятилетий детей с отклонениями психического здоровья, а вот к концу первого года их количество превышает 40%, и это результат неадекватных требований, большого напряжения функционального, и есть еще один фактор, это постоянно действующий цепнот. Стресс ограничения времени один из физиологически самых сильно действующих. Есть классические исследования Хануна Ашвели в физиологии, которые это показывают. Итак, идем дальше. То есть у нас есть основания для того, чтобы у детей возникли эти трудности. А дальше я хочу просто очень коротко сказать о том, что это достаточно сложный процесс, процесс, который проходит ряд этапов. В чтении это аналитические, синтетические, автоматизации, это долгий процесс, а мы сегодня хотим научить ребенка быстро. Фактически это не может получиться, потому что если не пройден первый этап, а первый этап это вычленение овладения элементами отдельных действий, вычленение элементами отдельных букв, элементов отдельных букв. Потом наступает этап, когда ребенок схватывает и дифференцирует быстро следующую букву, и это вот этап, когда родители часто говорят, все буквы знает, читать не хочет. Он буквы может выделить, но это настолько еще сложный процесс, и у него низкий объем рабочей памяти, то есть он три года может знать буквы, но может не уметь читать и так далее. Вот это достаточно сложный процесс, который, а вот процесс автоматизации, это процесс подходящий к восьми-девяти годам, когда сформированы механизмы произвольной регуляции, когда ребенок может регулировать свое внимание без хорошо сформированного внимания, чтения нет. Ну вот, а теперь я покажу вам, как развиваются ступени формирования навыка чтения. Вот это понимание смысла предложения, если на этом этапе у нас есть трудности чтения, то на следующем этапе это первичная неграмотность, и, к сожалению, значительная часть детей не выходит дальше первого этапа, а дальше функциональная неграмотность. Это то, что мы имеем у детей с высшим образом. То, о чем сейчас очень много пишут и говорят. И это результат того, что были трудности в обучении, они не скомпенсированы, они не были замечены просто. Вы знаете, их не заметить невозможно. С этим не очень хорошо знают, что делать. И замечают еще не вовремя. поэтому это остается очень серьезной проблемой. Почему я все время говорю о том, что это сложный навык, это мультимодальный навык. Вот я выделила психофизиологическую структуру этого процесса. Те функции, которые должны созреть, как говорят психофизиологи, для того, чтобы этот процесс был возможен. Развитие речи. Я сказала, что к первому классу 60% детей приходят с несформированной речью. Уже факторы риска. Фонетика фонематическое восприятие у 30-40% несформировано. Произвольная организация регуляции деятельности примерно у 60-70% несформировано. Внимание, избирательное внимание. Избирательное внимание вообще формируется к 6-8 годам. И если мы хотим начать обучение чтению в 4, базы нет. Мозг не способен еще это делать. Восприятие вот это дифференцированное с сформированной помехоустойчивостью константности. Что это такое? Это значит, должен ребенок видеть именно ту букву, которую он видит, и в этот момент не замечать букву, которая справа, слева, строчку сверху, строчку снизу. И эти механизмы восприятия тоже созревают к 6-8 годам. Зрительно-пространственное тоже к 6-8 годам. Зрительная память, зрительные контроли, коррекции тоже к 6-8 годам. Рабочая память, да, объем рабочей памяти необходимый для того, чтобы не просто запомнить слог, а запомнить слово, потом следующее слово, потом следующее слово, и понять смысл предложения. Я дальше покажу движение глаз в процессе чтения и объясню вот все это на буквально картинке. координации и регуляции артикуляционных движений. К сожалению, у значительного числа детей до 4-5 лет еще нет хорошей артикуляции. А без хорошей артикуляции очень сложно. Самое, пожалуй, сложное это перевод графемы в фонему, потому что графический знак и это понимание знака, символа. Ведь когда ребенок, что путают родители, что создает иллюзию чтения, если вы сделаете карточки и на карточке напишите слово лес, как правило, это очень короткие трехбуквенные слова, лес, дом, и нарисуете елочки, это будет лес, нарисуете домик, это будет дом, и будете показывать ребенку эти картинки или, как любят родители, на стенку. Через некоторое время, если вы будете повторять лес, дом, мяч, вы попросите прочитай, и ребенок вам прочитает. Но он и вам запомнит. Это гештальт, это восприятие, ему все равно, это целостное восприятие, ему все равно, что прочитать или что разобрать, елочки или, например, цыпленка, я недавно столкнулась, мне мама сказала, у меня ребенок читает КО-КО, и там курочка нарисована. Я ей объясняла, что вы играете с карточками, это не обучение, это дрессировка. Так дрессирует обезьянку, если мы будем давать банан, она будет нажимать на кнопку, и если мы подкрепляем вот этот показ карточек улыбкой, если мы радуемся вместе с ребенком, это положительное подкрепление, и он, конечно, будет делать то, что мы его просим, но это не чтение. А семантический анализ слова, это вещь вообще недоступная ребенку, а он должен понимать смысл слов, близких по значению, далеких по значению, и так далее. Итак, очень сложная структура. На что я хочу обратить внимание? Тут просто переходы качественные, вот графема фонема, тут как будто на другой уровень, квантовый такой переход. Все это к 6-8 годам это квантовый переход. С одного уровня на другой уровень. Да, момент, с которого возможно эффективное обучение чтения. И вот внизу это ну конечно схематическая запись электроокулограммы. то есть взгляд ребенка отслеживает каждую букву. А потом я хочу обратить внимание, есть пауза. И продолжительность паузы на начальном этапе обучения бывает больше, чем время дифференцировки самой буквы. А вот если мы просим быстрее, и это вот фактор риска в процессе обучения, то сокращается не время опознания буквы, а сокращается пауза. А у паузы есть такой очень глубокий психофизиологический смысл. Это пауза осознания того, правильно ли сделано, и программирование того, что делать дальше. А если мы просим быстрее, то сокращается пауза, а в результате нет произвольной регуляции, нет осознанного действия, а значит механическое обучение, оно самое неэффективное, и самое-то главное, есть даже сейчас методики обучения осознанному чтению в пятом классе. Я объясняю педагогов, что это бессмыслица, неосознанное чтение, это нечтение. Это нечтение вообще. Поэтому, то есть мы сначала учим нечтению, а потом пытаемся научить, это невозможные вещи. Это как перелом, который сросся, а потом неправильно действует рука. Что нужно сделать, любой медик знает, надо снова разломать. И точно так же здесь, когда спрашивают, что делать, начинать сначала. Вот я говорила о том возрасте созревания базовых функций, посмотрите, 5, 6, 6, 7, 6, 8, и так далее. Это значит, что, если мы начинаем раньше, ну, сразу оговорюсь, есть дети, которые могут научиться. Еще раз повторю, индивидуальные темпы различия, развития разные. и есть дети, их примерно 20%, у которых эти функции созревают к 4-6 годам. Это как раз те дети, которые могут раньше научиться читать. Почему я привожу вот морфологические срезы это исследование сотрудников нашего института, потому что очень часто родители разговаривая со мной, педагоги и неврологи говорят о том, что, ну, есть же представление о том, что после трех вообще-то уже поздно. В три года прекращается развитие. Была такая теория в 60-е годы. Американцев она была очень популярна. Именно с этим было связано сверхраннее обучение. Так называемая теория закрытого окна. Представление о том, что если мы не начинаем обучение в раннем возрасте, дальше закрывается окно развития и все. Вот я хочу показать, что окно развития не закрывается ни в 3, ни в 8, ни в 19, а сегодня мы знаем, что и в 25 не закрывается. Вообще до глубокой старости говорят. До смерти. Пока мозг получает новую нестандартную задачу, образуются новые связи, включаются новые нейроны, а значит идет развитие. Но структурно как меняется мозг. Вот если в 3 года эта сенсомоторная кора, она очень рано созревает, единичные клетки и очень мало связей, а эффективность обучения обеспечивает... Это связи. Чем больше связей, тем больше мозг готов к обучению. Пожалуйста. И вот в 8 лет понятно, что окно развития не закрывается. А вот ассоциативная кора, это задняя... Нет, это фронтальная кора, кора, которая созревает очень поздно. Почему я сказала произвольная регуляция деятельности? Это 6, 8 или даже 9, 10 лет. Посмотрите, в 6 лет картинка близкая к той, которая в синцомоторной коре в 3. То есть она созревает гораздо позже, а вот в 19. То есть это созревание наоборот идет нарастание возможностей мозга к обучению. Поэтому не стоит бояться того, что мы вовремя до школы не начали процесс обучения чтению и дальше мы очень нанесем большую вред ребенку. Этапы развития внимания для специалистов вот структуры, которые включаются в организацию внимания. Внимание это не зона, не центр. Это много зон коры и подкорки, которые обеспечивают этот процесс. Он идет очень долго. И пока не сформирована вот эта фронтоталомическая система, не сформированы механизмы избирательного внимания. А без избирательного внимания, я уже сказала, это буква, а не соседняя ни справа, ни слева, ни сверху, ни снизу. Это еще данные о становлении системы зрительного восприятия, потому что именно зрительное восприятие и зрительная дифференцировка лежат в основе чтения. это первичный акт зрительной дифференцировки. Ну, новорожденный смотрит, но не видит, потому что для этого должен мозг включиться. Это вызванные потенциалы. Я не буду долго рассказывать, но в 3-4 года ребенок фактически не дифференцирует шахматку, а это очень серьезно, белые, черные клетки и диффузный сигнал. Ему все равно. А дифференцировка в 6-7 лет. Это тоже данные сотрудников нашего института, которые много десятилетий занимаются формированием системы зрительного восприятия ребенка, и вот в 6-7 лет этот процесс эффективен. То есть он не требует таких затрат энергетических, психологических, функциональных, то есть он не создает чрезмерного напряжения. которое очень вредно для растущего организма ребенка. И вот квинтэссенция того, о чем я рассказывала. Мы только буквально в последние годы, последние 5 лет получили возможность регистрации движения глаз в процессе зрения. Появился прибор айтрекинг. Да, айтрекинг он очень широко используется в течение нескольких десятилетий в маркетинге, в инженерной психологии очень активно используется. Но бедность нашего существования не позволяла нам иметь этот прибор в исследовании. Теперь мы его имеем. И это позволило нам получить просто картинку того, что мы видели, что мы предполагали, что мы знали по движению по килограмме мы видели. Но это просто наглядность. Что на этой картинке? Это хорошо читающий ребенок четвертого класса. то есть момент, когда навык хорошо сформирован. Видно, что ребенок читает простой текст. Ну, самый простой текст. Что обозначают эти кружочки и линии? Каждый кружочек это фиксация взгляда. Диаметр кружка это время фиксации. И мы видим, что здесь не очень большое время фиксации и взгляд ребенок фиксирует на слове. Это вот третий этап, когда он не дифференцирует каждую букву, когда этот процесс происходит автоматически, он не анализирует, и он видит целое слово, он читает целое слово, а вот читать целыми словами, а есть такая методика на начальном этапе, нельзя, потому что он все равно дифференцирует каждую букву. мы видим, что взгляд плавно перемещается от одного слова к другому, но вот посмотрите, интересно, зоопарк, чуть-чуть затруднения, две буквы, две гласных, и уже больше внимания. Сложное слово такое, да, и уже диаметр увеличился. Вы посмотрите, слово вот, кажется, простое, но я недавно была очень удивлена, оказалось, что к числу трудных слов дети относят короткие предлоги, между они, они не всегда понимают, как они связаны дальше, с дальнейшим. Как интересно. Да, потому что как бы семантического смысла нет явного, нужно прочитать следующее слово для этого. И вот видите, это слово вот. Слушайте, я поймала себя сейчас на том, что я так же до сих пор делаю иногда. А вы так и делаете. Я читаю, возвращаюсь в начало предложения именно на предлогах. Да. Как интересно. Потому они не несут семантической нагрузки. Иногда, я думаю, не опечатка ли это даже. Больше того, вы можете их пробежать взглядом, как бы не заметить, а потом понимаете, что у вас нет смысла. Да. И поэтому вы возвращаетесь. Я никогда вот вы сказали, я сейчас... Я вам расскажу, как это вы сбежать. Следующее слово «волк». Посмотрите. И вот это сочетание двух согласных и опять мы видим двойной взгляд. То есть это четвертый класс, это хорошо читающий ребенок, но мы видим любую трудность в процессе чтения. А что самое интересное, в конце предложения сакадический скачок, переход взгляда. И, казалось бы, взгляд сразу должен установиться на следующем слове. Да, вот почему тут проскок такой? Не тут-то было. Вот этот взгляд еще мечется верхней строкой нижней организации внимания. Очень трудно удерживать внимание при переводе взгляда. И если вы поконтролируете себя, взрослый и хорошо читающий человек, вы это тоже заметите. Это для того, чтобы это не происходило, нужно постоянно концентрировать внимание. А, так невозможно. Так что ли? Не так. Сбоку. Пальцем сбоку строка. 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 Чтобы не теряться. Ну и дальше взгляд успокоился, но тем не менее мы видим, да, что здесь у нас есть дополнительный. Дальше спокойное передвижение. Твердый знак съел и мы дольше. А вот слово «бог», он проскочил совсем, оно очень знакомое. Оно много раз и потом он смысл уже понимает. И он только что его видел, уже осознал. Да. Понимаете? Так читает хорошо читающий ребенок. Здесь нет никаких проблем, нет трудностей, но сейчас я покажу, как читает в четвертом классе плохо читающий ребенок. И вот так, как читает в четвертом классе плохо читающий, читает первоклассник. Практически все. Ой-ой-ой. Когда я показываю эту картинку педагогам родителям, которые очень торопятся научить ребенка читать, мне просто другие аргументы не нужны. Здесь мы видим все. Мы, во-первых, видим длительную дифференцировку букв, а это четвертый класс. Что происходит в этом мозгу? Больше того, мы видим бесконечные регрессы, то есть возвраты. То есть он прочитал, но не запомнил. это проблемы внимания, это проблемы рабочей памяти, это проблемы организации, деятельности. Они здесь все видны, все произвольные регуляции. А этого ребенка начали читать три года. Мы полностью берем анамнез и историю развития тех детей, с которыми мы работаем. И я даю именно это, потому что этого ребенка и как он не научился дифференцировать букву правильно и быстро, он не может этого делать до сих пор. Может ли такой ребенок понять смысл сложного текста? Конечно. Может ли он эффективно учиться, может ли быть он просто грамотным? А уж про функционально грамотный я не говорю. Но кроме всего этого, у этого ребенка очень много неврологических проблем. И вот что здесь отчего, хотя у него в анамнезе, в истории его развития нет нарушения развития. Я полагаю, что у нас срезовое исследование, мы историю развития берем, но лонгитюда нет, поэтому мы его взяли в четвертом классе. А в анамнезе нет нарушения развития, но здесь неврозоподобные расстройства махровые. И я полагаю, что это вторичные нарушения, к которым привели нарушение чтения, а значит бесконечное недовольство взрослых, это неуспешность обучения, это бесконечный стресс и ограничение времени и стресс неудачи, в которой живет этот ребенок. И я хочу обратить ваше внимание, что в описании этого подпункта, это выделила я, там это не выделено, просто обычная строчка, что написано, это важно для врача, обычным является возникновение эмоциональных срывов и нарушений поведения в период обучения в школу. Вот ребенок, имеющий эти трудности, не может не иметь эмоциональных срывов, а больше того, у него весь комплекс неврозоподобных расстройств у этого ребенка. А отчего? Вот стрессовые факторы, ограничение времени и постоянный цепнод, потому что мы видим, как медленно он читает, он ведь постоянно возвращается к предыдущей букве, к предыдущему слову, и, конечно, все уже выполнили задание, он ведь даже не умеет прочитать задание и задачу, у этого ребенка и по математике большие проблемы, но по математике, когда он решает задачи, когда надо прочитать, а когда примеры у него все в порядке, то есть эти проблемы, то есть у него постоянный цепнод в учебной деятельности, у него повторяющиеся неудачи, повышенная тревожность, и страх неудачи, у него сильное функциональное напряжение, сопровождает это все негативная реакция педагога, а это на самом деле эмоциональное насилие, потому что если ему каждый день говорят и по характеристике ВОЗ, это относится к категории психологического насилия, психологического давления, это негативная реакция родителей, и по характеристике ВОЗ, это тоже психологическое давление, эмоциональное насилие, это усиление неуспешности обучения, синдром неуспешности обучения тоже есть в МКБ-10, и это проблемы социальной адаптации, неуспешный ребенок, это ребенок-изгой, тут это даже обсуждать не стоит и все эти факторы на самом деле, вот это психологическое давление, эмоциональное насилие и хронический стресс, который возникает, я хочу обратить на это внимание, это данные исследования последнего, нарушают выработку гормонов гипоталамно-гипофизарной системы мозга, происходят биохимические изменения на нейронном уровне, происходит морфологические изменения или недоразвитие системы мозга, обеспечивающих познавательные процессы регуляции поведения. То есть тем самым мы создаем проблемы общего когнитивного развития ребенка, развития мозга, когнитивного развития, ну, я уже не говорю, замкнутый круг. Замкнутый замкнутый круг. И этот замкнутый круг, на мой взгляд, может разорвать врач при квалифицированной диагностике и совместной работе с педагогом и родителем. Потому что результат хронического стресса, вот эти неврозоподобные расстройства, это то, с чем приходит к врачу. Но врачи редко разбираются в том, в чем причина. И практически никогда не обращение внимания на школьные проблемы. И это главное. Это, пожалуй, все, что я хотела сегодня рассказать. Спасибо большое. В нашей рубрике по скриптам я хотела вас спросить, вот вы показали, как происходит, самое начало нашей программы, из чего формируется навык чтения, мы говорим об успешном чтении. А я хотела спросить об обратном. Происходит ли регресс, и если да, то каковы могут быть причины, то есть бывают ли такие ситуации, когда человек умел читать и разучился читать? Ну, разучился нет. Такого не бывает, чтобы совсем разучился. Ну, если нет какой-то безорганики. Я не беру травму. Если нет травм, то разучиться человек не может. То есть этот навык, он сформировавшийся как любой когнитивный и двигательный как навык. Если вы научились кататься на велосипеде, если вы научились писать, но, ну, вот по аналогии с письмом, если вы долго не пишете, у вас будет корявый почерк. Если вы долго не читаете или совсем не читаете, значит, будете читать, как читал плохо читающий Но все-таки буду. Будете. Но смысл чтения в том, чтобы оно было эффективным. Потому что человек читает не ради того, чтобы складывать буковки и произносить слова, там, шевелить губками, а ради того, чтобы извлекать, получать информацию. Ну, и более высокий получать удовольствие или удовлетворение от этой информации. То есть это все-таки базовый человеческий навык, он никуда не денется, если он появился. Это базовый, очень сложный. Мне сегодня часто задают вопрос, отличается ли чтение на бумажном носителе и чтение с экрана компьютера. механизм чтения не меняется. То есть процесс чтения. Вот это представление о том, что запах краски, переворачиваем. шелшание. Очень забавно, когда я впервые стала читать на использовать ридер, мне все время хотелось перелистать страницу. Но нужно сказать, что в современных системах ты ее листаешь. То есть учли пожелания читателей и удобство компьютерного варианта в том, что она может быть всегда под рукой. Это совсем не тяжелая вещь. и можно сделать шрифт удобный. Потому что бумажная книга бывает неудобна. Неудобная печать, неудобный шрифт, мелкий шрифт, нечеткая печать. Это все имеет очень большое значение для чтения. Для того, чтобы получать удовольствие. Я думаю, что человек читающий и функционально грамотный как раз получает удовлетворение не от процесса чтения, а от той информации. То есть техническая сторона несущественная. Спасибо еще раз. Приходите к нам. С удовольствием. Спасибо.